МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из-за того, что не так давно на прошедшем международном форуме урбанистики вы были отмечены благодарностью Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Во-первых, поздравляю с этим. Надеемся, что также плодотворно вы будете работать на благо нашего района и, конкретно, в частности, нашего города. И, соответственно, мой первый вопрос касается того, что 2020 год у нас в Республике Башкортостан назван годом эстетики. Хотелось бы поговорить на эту тему. Какие определенные задачи были поставлены перед вами, перед нашим районом, конкретно к этому году? Действительно, настоящий год объявлен годом эстетики. Руководство Республики ставило задачу навести порядок, просто элементарно в наших населенных пунктах, снести старые заборы, покосившиеся какие-то постройки, заняться, например, уже культурным озеленением где-то, провести санитарную обработку существующих парков, скверов. И надо сказать, что для Янаула, в общем-то, эта задача не новая, потому что планомерно из года в год Янаул всегда держал высокую планку в планах благоустройства. И то, что в Республике в связи с этим годом появился День чистоты, это тоже традиция, которая уже много лет существует в городе. Каждую, получается, среду все предприятия, организации города выходят на эти, так скажем, свои небольшие субботники на прилегающих территориях. Хочется подчеркнуть, что в текущем году приурочено, так скажем, и к году эстетики, и к году 75-летия Великой Отечественной войне в городе появились арт-объекты. Сносятся аварийные деревья, особенно в сельской местности, в населенных пунктах меняется большое количество ограждений вдоль автомобильных дорог регионального значения в том числе. То есть эта работа ведется. Ну и большие призывы, в общем-то, у нас уже звучали через средства массовой информации, через наши СМИ, о том, чтобы и население частного сектора многоквартирных домов подключилось к этим акциям по озеленению, по замене ограждений, по ремонту своих фасадов, например, с этой индивидуальной жилой дома. Люди откликаются, несмотря на то, что вот такие явления, как пандемия, нас всех, в общем-то, в какое-то время закрыли в свои дома. Ну и люди воспользовались, в общем-то, этим временем во благо того, чтобы привести свои участки в порядок, отремонтировать. Наряду с тем, что у нас на предприятиях вот есть такие самородки, так скажем, любители, которые люди творческие, сварщики, которые вот сами, в общем-то, выходят с инициативами о создании таких арт-объектов, будет еще большой проект, который, не будет, вернее, а реализуется еще большой проект по развитию общественных территорий. Мы о нем много говорим, и, наверное, надо еще раз задержаться на нем, потому что действительно проект масштабный, проект, который для города Янаул как бы будет служить такой перезагрузкой для определенных территорий, который имеет большое социальное значение, и очень много косвенных эффектов, которые мы получим от реализации данных проектов. Это проект благоустройства общественной территории от елочной площади и до вокзальной площади. Это первый проект, который мы будем реализовывать. Также в рамках стратегии развития общественных территорий до 2024 года планируется, что мы близлежащие территории к этой территории, как систему общественных пространств, будем направлять финансовые средства на благоустройство территории близ музея. Может быть, захватим еще какие-то, поставим элементы благоустройства, дополним парковую зону и потом переместим все силы, так скажем, на организацию пляжа в городе Янаул и благоустройство территории по улице Победы. После сноса аварийных домов, вот эта общественная территория напротив детского сада номер 16, она у нас стоит в таком зарезервированном пока состоянии. Все эти территории, как систему общественных пространств города, наиболее посещаемую жителями, мы будем приводить в порядок. Параллельно, конечно, точечно какие-то элементы у нас возникнут и в северной части города. И во дворах город будет заниматься развитием общественных территорий в виде реализации программ «Башкирские дворики», каких-то иных программ, например, по развитию местных инициатив и так далее. То есть вот такая получается большая планомерная работа, она ведется. Конечно, может быть, в мановении ока невозможно создать всем комфорт и удобство, но мы надеемся, что вот по прошествии реализации вот этой программы национального проекта «Жилье и городская среда» в рамках которой выделяются финансовые средства иных муниципальных программ город преобразится, и мы еще сделаем его красивее, комфортнее, удобнее для наших жителей. Вот такие серьезные планы. А если возвращаться опять к проекту, который мы сейчас реализуем, это результат победы города Янаул в федеральной программе. Напомню, что пять городов Республики Башкортостан в 2020 году выиграли среди городов Российской Федерации грант. Для Янаула этот грант составил 70 миллионов рублей, который будет направлен именно на благоустройство вот этих наших улиц, территорий общественных. Надо сказать, что это такой наш общенародный проект, потому что все, что сейчас проектировщики, архитекторы, урбанисты заложили, это все те предложения и решения, которые исходили во время наших голосований, во время наших обсуждений с различными сообществами, со старшим поколением, с молодежью, с различными коммерческими структурами, чьи интересы могут быть, значит, вовлечены или задеты в приориализации данных проектов. Вот поэтому это такой наш общенародный проект. То есть Янаулся охотно участвовали в том же голосовании, в том же обсуждении, да? Конечно, ну потому что вот без мнения большинства, без сбора вот этой исходной информации, конечно, невозможно создать полноценный проект. Вот я всегда говорю, что город — это территория конфликта, то есть интересы могут быть и противоречивыми, могут переплетаться. Поэтому создание любого такого проекта — это всегда консенсус, это всегда выбор как бы оптимального варианта, который бы устроил всех, ну и, соответственно, решал вопросы большинства, может быть. Стоимость проекта, который мы будем реализовывать по елочной площади, это в пределах 40 миллионов рублей. Та часть, которую мы реализуем от елочной площади и до вокзальной территории, стоимость благоустройства — 98 миллионов рублей. Это огромное вливание для города Янаул. Еще раз говорю, что проект должен стать вот такой изюминкой, так скажем, для города. Он должен нас идентифицировать. По этим территориям, значит, ну, будут судить о нас приезжающие гости. Ну и это будет место Майдана, место вот такой и прогулок, и постоянного использования нашим местным населением. Торговая улица наша становится пешеходной, она будет закрыта для проезда автомобильного транспорта и открываться только в определенные часы для погрузки, выгрузки товара вот тех предпринимателей, которые на этой территории находятся. Надо подчеркнуть, что когда выбор делался вот этих территорий для того, чтобы идти на конкурс, мы пошли не в парк, мы, значит, не пошли на какие-то иные территории. Ставка делалась именно вот на эту торговую улицу, как на место, которое может дать импульс развитию еще и предпринимательства нашего. То есть вот тут мы с предпринимателями когда собирались, очень много говорили и как бы очень разные мнения как бы по этому поводу звучали. Но я думаю, что предприниматели сейчас поняли, поняли, что вложение вот в эти территории – это повышение ликвидности их, опять-таки, их услуг, их, значит, вот площадей, которые они занимают. И это прежде всего вот перезагрузка, так скажем, и их деятельности в их поддержку. Ну, соответственно, и от предпринимателей мы попросим, мы просим, и получено их согласие, гарантийные письма на то, чтобы они подключились к соучастию к этому проекту. Они гарантируют, что они приведут фасады в тот вид, который мы утверждаем в дизайн-коде. То есть вот сейчас то разноцветие, которое сейчас происходит, этого быть не должно. Это должна быть такая уютная улочка с освещением. С нашей стороны будет сделано, значит, со стороны муниципалитета, и со стороны, получается, вот в рамках реализации этого проекта территория вот этой торговой улицы полностью будет с брусчатым основанием. Сносятся все вот эти пандусы, которые не соответствуют в большинстве своем, может быть, тем стандартам, которые на сегодняшний день существуют. Разнообразные крыльца. Делается единообразное крыльцо для всех вдоль вот этих вот многоквартирных домов. Делаются отдельные пандусы, то есть люди с ограниченными возможностями, заехав на этот пандус один раз, может проехать по всем магазинам, ну, одномоментно, так скажем. Ну, не одномоментно, может проехать к любому из магазинов. Вот. Делается ровный рельеф, ну, в общем-то, делается освещение, решаются вопросы отвода поверхностных вод, которые на сегодняшний день являются проблемой, как бы, на этой улице. Делаются чугунные решетки, как бы, которые спрячут вот этот вот поверхностный водоотвод. То есть помимо эстетических каких-то моментов решаются все технические вопросы, появляются арт-объекты на этих территориях, очень много будет игры с освещением. То есть получается, что эта территория, она такая еще будет с определенной своей атмосферой. И надо подчеркнуть, что помимо того, что вот такой экономический эффект, тут еще есть такой социальный эффект, что исторически эта территория всегда была рыночной. Мы, изучая как бы с урбанистами старые генпланы, там еще 60-х годов, 50-х, видим, что на этих, увидели, что на этих территориях, вот в архивных документах, действительно был всегда рынок, люди собирались, это было место, где люди общались, помимо того, что совершали какие-то покупки сюда, приезжали гости. В общем, это всегда была территория такой жизни, так скажем. Ну и вот традиционно вот эту как бы идею, вот эта идея воплощается, так скажем, в сегодняшнем проекте. Точно так же эта территория будет местом встреч для многих. На елочной площади у нас остается традиционно, значит, место установки нашей елки. Единственное, что елка теперь у нас будет не привозиться из леса, а она будет расти у нас постоянно на нашей елочной площади. Это было пожелание наших же янаульцев, чтобы не рубить каждый год елку, а чтобы она вот живая, не искусственная именно. Это была принципиальная позиция большинства присутствующих вот на этих обсуждениях, чтобы она была не искусственная, а она была вот наша, живая, настоящая и постоянно там произрастающая. Вот. Все мы понимаем, что крупномер в ту высоту, какой мы привыкли видеть, изначально, конечно, этого не будет. Максимальную высоту озеленители, профессионалы нам посадят там, но в ближайшие годы мы дадим нашей елочке расти, и вот не будем ее нагружать, наверное, лишними какими-то тяжелыми элементами. Вот. Поэтому, возможно, для некоторых янаульцев будет, ну, возможно, для нам нужно будет привыкнуть еще к новому пространству. Вот. А вообще надо сказать, что на нашей елочной площади возникает смотровая площадка высотой почти в этаж, возникает общественный туалет, помещение небольшой общепита, возникает сцена для проведения каких-то небольших мероприятий различными сообществами. Перед сценой будут постоянные скамейки, скамейки будут под навесом. Территория вся будет в разноцветную брусчатку. Здесь же будут небольшие уголочки для того, чтобы дети могли поиграть, родители могли отдохнуть, то есть скамеечки. Очень много мы планируем, что у нас будет озеленение. Меняется рельеф этой территории, то есть возникают подпорные стены, которые будут, ну, создавать некую, ну, разделители пространства, так скажем. Поэтому вот эта наша привычная площадь, плоская, так скажем, елочная, она вот совершенно преобразится, когда мы уберем заборы. Ну вот я надеюсь, что результат нас всех порадует. Заборы не будут, это будет открытое? Это будет открытое пространство, да. Единственное, что оно будет отделено от проезжих частей вот таким вот озеленением, подпорными стенами озеленением. Там возникнут такие подозеленения, типа амфитеатр, скамейки, для того, чтобы люди могли просто отдыхать, общаться. Ну, проект интересный, так скажем, интересный. И над его реализацией, вот именно на этапе проектирования, работали очень много привлеченных в республику урбанистов, маркетологов, которые уже на территории Российской Федерации реализовывали подобные проекты. Их проекты тоже были победителями во всероссийских конкурсах. Мы уже могли видеть результаты, так скажем, этого проектирования в других городах, посмотреть. И действительно, Институт развития городов, который был создан в Республике при поддержке правительства Республики Башкортостан, он является таким, скажем, нашим, ну, аккумулятором, так скажем, для всех городов по сейчас решению вопросов проектирования, вопросов установки малых архитектурных форм, советчикам, так скажем, ну, вот такой наш модератор. То есть, получается, после того, как будет завершена елочная площадь, дальнейший шаг, это будет переход на строительство, получается, на нашу торговую улицу, или же нет, или это будет одновременно все это делать? Это все одновременно делается. Вот сейчас уже у нас произошло, у нас сейчас, значит, в 2020 году проведены процедуры выбора подрядчика. Конечно, это все производится через торги, и к работам он должен приступить, вот уже, получается, в августе месяце. Завершение работ на торговой улице и на улице Привокзальной – 2021 год. В перечисление своем, в том числе, назвали и городской пляж. Что это, где, как это планируется? Городской пляж, ну, это территория, которая давно напрашивается, да, и тем более сейчас поменялись требования к этим территориям, так скажем. Это должны быть и спасательные службы, то есть, помимо отделов архитектуры, этим вопросом очень активно занимаются и другие структурные подразделения, в том числе, наши отделы по гражданской обороне и так далее. Вот, пляж планируется обустроить на существующем пруду, в районе, как старый Ткеневский мы называли этот пруд, то есть, вот это гидротехническое сооружение надо будет восстановить, заполнить водой, сделать удобные подъезды и сделать благоустройство. Это ближайший пруд, он безопасен, вот, с точки зрения, как бы, глубины и так далее. Вот, всех параметров он подходит для организации здесь, такой пляжной территории, зоны отдыха, зоны рекреации для именно городских жителей. Городских, но и сельские могут, значит, прежде, смогут пользоваться этими территориями. Но реализация этого проекта, мы проектированием будем заниматься только в 2021 году. Ну, вот так стратегически было запланировано. Для того, чтобы обсуждать, вот, предварительно, то, что будет на этих территориях, мы уже обсуждали предварительно, опять-таки говорю, с нашими выпускниками вузов, когда была встреча именно наших студентов на Валентине, как Татьянин день. В Татьянин день мы собрали всех наших выпускников, студентов в МКДЦ, посадили вот так же за столы, за круглые. И я думаю, что так увлекательное очень было такое мероприятие, что все молодежь подключилась, и каждый высказывал даже, может быть, на первый взгляд, такие, ну, сумасшедшие, так скажем, идеи. Но именно вот эти идеи, они обычно и выстреливают в какое-то, в интересные какие-то решения, в благоустройстве. Поэтому мнение опять молодежи, мнение различных сообществ города, это очень важный момент, еще раз говорю, в реализации таких проектов благоустройства. А вообще, надо сказать, что внимание развития городов сейчас очень большое уделяется и на уровне вот этого проекта, нацпроекта «Жилье и городская среда», когда Минстрой Российской Федерации начал рейтинговать города, разделил города по численности проживающих, создал портал определенный, создал критерий, по которому оцениваются города, и по 36 критериям все города Российской Федерации, вот на этом сайте, могут посмотреть, в каком они, значит, в какой строчке они находятся по своим показателям. Там оценивается все, начиная обеспечением, водоснабжением, канализацией жилых кварталов, зонами озеленения, какие площади занимает озеленение, завершая показателями по обеспечению горожан детскими дошкольными учреждениями, наличием арт-объектов, количеством ДТП в городе. То есть вот эти 36 показателей, они в целом создают такое представление о каждом городе и, получается, дают понимание органам местного самоуправления, где у нас, значит, есть вот такие вот пробелы. Еще раз, вот со стороны, так скажем, взгляд со стороны. Рейтинг этот выставляется уже с 2018 года, 2018 и 2019 год. Надо сказать, что, ну, надо откровенно признаться, что мы пока не в лидерах Янаульский район, город Янаул, вернее, не Янаульский район оценивается, город Янаул. Но по итогам 2019 года, вот в этом бальном, так скажем, рейтинге, в Бальном, среди городов республики Башкортостан мы сделали самый большой рывок. То есть набрав самое большое количество баллов, вот по тем критериям, которые, значит, оценивались. Меняется жизнь, меняются ресурсы, из которых люди начинают получать информацию. Вот недавно проводился опрос на сайте администрации Янаульского района. Правда, к сожалению, не очень большое количество людей приняло пока участие в этом опросе, но большинство из тех, кто прошел опрос, написали, что большая часть информации они получают или реагирование, например, органов власти на их какие-то замечания, пожелания, они получают из соцсетей. То есть людям проще написать в соцсеть или обратиться электронно, чем, значит, писать письма там на бумажных носителях или приходить лично. Ну вот это веяние времени, к которому мы все должны, наверное, в ногу шагать. И, ну, как-то положительно, наверное, это веяние времени. Я, признаюсь честно, я тоже принял участие в этом голосовании и поставил, отдал свой голос за строчку, я тоже сейчас не помню точно, что это было связано с телевидением. Через телевидение, через СМИ, да. Через телевидение, да. Спасибо большое, Иннат, за то, что пришли сегодня пообщаться, поговорить на насущные темы. Спасибо еще раз. И, дорогие телезрители, мы на этом будем прощаться. Это была программа «Актуальное интервью». И я беседовал с начальником отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Яновольский район Ириной Тазидиновой. Увидимся. СМИ, 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 СМИ. СМИ, СМИ, СМИ. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11, днем плюс 16, плюс 18 градусов. По данным МЧС, в республике ожидается улочная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, местами коротковременный дождь. Ветер северо-восточный, восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 18, плюс 23 градуса. СМИ. 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 Субтитры создавал DimaTorzok